Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, пройдено Я кое-что узнал Между прочим Кое-что очень интересно В игре есть Своеобразный Сейчас, наверное, покажу Потому что я хочу вернуться на корабль В игре есть такой своеобразный сюжет Там три ветки Причем Ну, можно сказать, две ветки Ладно Сейчас я вернусь на корабль И все расскажу Потому что там будет проще показывать Больше всего, конечно, Конечно, мне интересует вторая, наверное, потому что она такая загадочная. Что тут какие-то летающие яйца? Это какая-то руда в воздухе появилась? Непонятно. Просто самая большая проблема, что единственный магазин, где я сейчас могу что-то продать, это вот в этой системе, потому что только в этой системе я могу что-то сейчас сделать. Почему нету варп-ячейки незаряженно? Нужна антиматерия для того, чтобы, блин, зарядить её. Таким образом создать. Ну, короче, понятно. Так, из этого углерода вообще неплохо. Вот плутоний вот этот вот хорошо прям распадается, кристаллическая такая руда. Короче. Просто сейчас, ну, собираюсь полетать немного по планете. А, кстати, температура восстанавливается сама по себе, то есть мне не обязательно на неё тратить бабло. То есть я могу просто садиться в корабль. Окей, буду знать. Так, на М, на Н. В смысле? Ой, походу надо вылетать. Ладно, так расскажу. Ну, короче. Чё, чё это такое вообще? Подожди, подожди, подожди. Там справа чё-то есть, сейчас туда залетим. Да, это просто не прогрузилось. Ну, хорошо. Ну, да, вот главная проблема в игре, это, конечно, прогрузка. То есть все играли на PS4, говорили об этом, но никто не думал, что на ПК будет такая же тема, потому что, ну, блин, PS4, это ясно там. Ну, на ПК должно было быть всё по-другому, но, как оказалось так. А это у нас монстрики местные? Нет, это железо. Иногда просто, ну, форма такая была странная. В общем-то, да. Вторая, значит, ветка, это задание Атласа. Как я понимаю, я никак это не понимаю, потому что я не знаю, что такое Атлас здесь в местном понятии. Вот, но какой-то Атлас, у него есть какая-то своя сюжетная линия, которая, видимо, даёт мне задание летать по каким-то определённым точкам. И вот я хочу выполнить вот это, попробовать посмотреть, что вообще за задание Атласа, потому что оно интересно. Путешествие к центру галактики меня мало интересует, потому что, скорее всего, вот, действительно, для того, чтобы, для того, чтобы путешествовать к центру галактики, мне сейчас, скорее всего, просто придётся тупо постоянно улучшать свой костюм, экзокостюм. Давайте корабль посадим, как в человеке. А то, блин, бежать, честно говоря. Мне, на самом деле, не нравится, что в игре не показано... Ой, да ладно. Ну, там и будет найти, или купить. Взлётный... Блин, я к управлению всё привыкаю. Где там посадка-то? По-моему, не здесь. А, не-не-не, нормально. Да, вот на такие автоматические, ну, какие-то площадки корабль садится сам. Проблемы ещё, я смотрю, в игре фов не добавили. Ну, вообще, то есть я его меняю, но ничего не меняется. О, здравствуй, опять твы. Ну, господи. Как вас зовут-то я уже? Раса это какая? Не знаю, ладно. Так, мультитул мне не нужен. Опа, вот тут что-то может быть крутое. Эксперимент, оружейный терминал. Это мультитул. Давайте сравним с моим, что у него тут есть. Позамомёт. Так, значит, давайте сравним сейчас. Так, значит... Он больше как оружие. Да, он больше как оружие. У меня ещё есть снаряды, но... Такие себе снаряды. И я добыв... А, он добывает покруче, да, богатые. Ну, слушайте, я бы взял, на самом деле. Потому что у него есть ещё два слота, помимо того, что уже есть. Да, я возьму его, на самом деле. Типа, какой мультитул я буду улучшать, это вообще, мне кажется, неважно. Мне дохера теперь денег надо. Тайми, энергия. Так, этого зарядим. Дайте мне мультитул мой. То есть, вот сюда я могу поставить то же самое. Вот, например, расщепитель сигмы я уже могу. Но это быстрее разрушать ландшафт. А, в принципе, я могу поставить и то, и другое. Чё это, плюто? Да? Вот. Если я найду геридий, то можно будет ещё и это поставить. Давайте поставим. Да, почему бы и нет. Чё, я же сделал всё-таки. Вот. И потом сделаем вот эту вот фокусировку луча сигмы, чтобы богатые ресурсы получше расхерачивать. Потому что теперь эта херня, она как что у нас? Она вот, видите, лазер зелёная. Вот мне бы понять, что означает каждый из этих ползунков. Но, блин, к сожалению, не смогу я это сделать пока что. Так, хорошо. Магазин. Это чё такое? Прочитать энциклопедию. Вы выучили слово расы корвак. А, это корваксы. Хорошо, корваксы. Запомним. Так, я надеюсь, вы не против, если я сейчас пособираю вас здесь? Не против же? Не, не против. Так, мне мультитул не нужен. Сюда я не пройду, наверное. Атвоспас 2. Где взять Атвоспас? Я не понимаю. Если вы знаете, напишите в комментариях. Или я сам уже нашёл. Так, загрузочное. Так, вот. Магазин у нас есть. Давайте продадим некоторые шмотки. Посмотрим вообще, что я могу продать, наверное. Плутоний. Плутоний я вам не отдам. Плутоний, железо, цинк, углерод. Ну, мне как бы всё такое нужно. Давайте посмотрим, что у него можно купить. Возможно. Хотя у меня денег нету, опять-таки. Может, просто у меня Тами. У меня бы Тами. Плутоний. Геридий у него есть, кстати говоря. У меня бабла нету, понимаете. Хотя я могу купить. Почему? Геридий-то я могу купить? Ну, мне Геридий и так, да, знаете, чисто для... О, Тами есть, да. Ну, не, я лучше сам найду. Да. Погнали дальше, короче. Лутать. Сейчас звездолёт я всё скину просто. И всё будет круто. Давайте ещё с этим поговорим. Может, он что даст мне. Ага. Понял. Нахер я это сделал. Верните. Так, что мне нужно? Давайте сейчас. Железо забирайте. Титан забирай. Плотино забирает. Синк забирает. Железо. Нейтринный модуль. Что он делает? Цены ко мне от компьютера популярен у торговцев. Продадим. Так, вот это всё я себе оставляю. Почему оставляю? Потому что это заряжает мой костюм, если что. Он что-то мне даст просто, видимо, сейчас. Ну давай, удиви меня, брат. Аналитик от звуков Орех. Очень много слов. Ни одного слова, которое я знаю. Радостное приветствие электронной формы жизни вдруг стихает. Она открывает свои персональные данные. Огни, маски размываются. Потом в её внутренних системах возникает сбой. Столбцы данных показывают, что запас энергии стремительно истощается. Существо смотрит на меня, надеясь на мою помощь. Медленным отчаянным жестом указывает на собранные мои ресурсы. Ну, к тайме нету на угле... Больше, зато углерода. Существо медленно оставляет элементы всех на бедре, но немного приходится и благодарит меня подарком. Что за подарок? Корлок теперь относится к вам лучше. Я буду, да, наверное, каким-то образом. Лист корит он мне дал. Ну, не такой уж и полезный предмет, но, в принципе, используется в крафте, поэтому почему бы и нет. Так, а тут вроде ещё и херня есть, не? Да, тут вот ещё есть. А, туда я, наверное, не зайду. О, здравствуйте. Ну, около базы я не буду это делать сейчас. Тут, во-первых, есть вот такая вот хрень. Блин, меня бесит, когда вот так вот экран, на самом деле, сжимается. Здесь кто-то есть и знакомится с инопланетянами 4. Я буду, да, стараться как-то, ну, иметь дружеские отношения с другими расами. Пока что это корваксы, они почти здесь везде просто, поэтому, ну, почему бы и нет. Так, я могу сюда зайти, смотри-ка, устройство взаимодействовать. Подожди, мне пока стрёмно это делать. Сюда я зайти не могу, это вообще не дверь, а растения, кстати, здесь есть, смотри, прикольно. И зато по зиму легко просто. Тут что есть? Сброс груза, плутоний. Меня там закражу нахер, не зарежут сейчас? О, смотри, терминал. Отражатель. Так, что вот это такое? Это щит. Хорошо. Это что такое, твою мать, там динозавр какой-то. Похереть. Так, ну давай, что это такое? Я стою у терминала и наблюдаю за маяком у неизвестной звезды, постоянный сигнал которого виден на экране. Последовательность кажется знакомой, но что мне вводить? 2-7-3-8-7-3-8-2-3-8-2-7. Я на самом деле знаю, что здесь надо вести. Короче, ну, просто я посмотрел момент стрима у одного человека, и поэтому я знаю, что здесь делать надо. Короче, у нас у таких терминалов есть четыре цифры. В данный момент это 3-2-7-8. Каждая цифра должна каждый... В любом случае побывать на каждой позиции. То есть, грубо говоря, я сейчас просто должен найти, где у меня 8 на первом ряду. Видите? Тут 2, тут 7, тут 3. Тут 7, тут 3, тут 8. И вот каждая цифра должна побывать на первом, втором, третьем, четвертом позиции. Значит, какая у нас? 8-2-7-3. Я открываю область между далеких звезд. Ох, твою мать, Корлакс теперь относится к вам лучше. А это мне для... Что? Это мне планету открывают еще дальше? Или мне это звезды открывают? Ну, точнее, система там, не знаю, планеты. О, твою мать! Что это было? Руины, кстати говоря. Сходим в руины? Блин, тут, конечно, планета такая, что в руины идти как-то опасненько. Так, ну хорошо, очень неплохо так я сейчас походил здесь. Давайте в руины, я хочу в руины сходить. Ох, твою мать! Ладно, я не буду больше так делать. Просто температура такая себе, что... Я бы не сказал, что с этой температурой можно очень много чего поделать. Давайте зарядим. Хотя, вот наполовинку, плутонием. Полетели. Полетели. Ну, почему-то удерживать кнопку, не знаю, почему. Так, мне нужна... Да, вон та вот точка. Я буду перемещаться на корабле, во-первых, потому что это намного логичней. А во-вторых, потому что я не хочу потерять свой корабль, особенно на таких планетах. А, ну, к тому же, это, вон, смотрите, какой-то непонятный вообще остров. Кстати, насчет ускорения. Я так и не понял, топливо-то вообще можно как-то восстановить? Это хоть как-то вообще делается? Потому что мне, на самом деле, очень сильно пугает, что я не могу сейчас... Более-менее адекватно как-то... Ну, летать. То есть, если я сейчас начну ускоряться, допустим, где-нибудь там в космосе, да? Мне надо будет... Пролететь, допустим, до какой-нибудь станции, чтобы что-нибудь купить или тоже там зарядиться, допустим. А я не смогу, мне придется лететь вот эти вот 30 минут там, да? Вот там на обычной скорости. Мне кажется, это такое себе. То есть, ну, блин... Я бы... Я, конечно, не против, да? Это нормально. В Ali Dangerous я не столько летал, но все равно... Тут в плане зарядки... Тут вот в No Man's Sky, типа, вся реалистичность управлять кораблем почему-то очень сильно запилена под... Блин, господи, загрузку каких-то топливом там и так далее. Так, вот где-нибудь вот здесь вот я сейчас сяду. Там, кстати, какая-то интересная руда, смотрите, желтая. Или это опять не прогрузилось? У меня два варианта. Пойду сейчас проверю, конечно. Сел, конечно, в топовом месте и... А, ну, кстати говоря, норм. Не сказал бы, что это плохое место. Ну, конченое, да, но... О, таймей, 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 мое. Надо побольше таймя, потому что это очень хороший, на самом деле, изотоп. Самый лучший пока что, который я видел. Вот углерод такой себе. Так, это что такое? Это какой-нибудь геридий? Опа-па-па-па, поврежден механизм, смотри. Открыт новая технология, улучшено отражение ТЭТа. Энергетические щиты из долета становятся надежнее. Хорошо. Сделаем. Сделаем обязательно. Просто я и в войне пока еще не участвовал. Я пока боюсь это делать. Да, это геридий, кстати, он мне нужен. Ох, твою мать. Слушайте, я не против сюда спуститься. В любом случае, пещера здесь рядом. Мне вот, правда, единственное что, я бы просто геридий сейчас подобовал. Кстати, я говорю, сейчас проверим как раз новый мультитул. Ну, нормально так жарит. Неплохо жарит. Кстати, тратится намного меньше. А можно как-то перегрева избежать? Типа, перестать там на последней секунде? Вот, кстати говоря, демонстрация того, что камень сейчас будет просто летать на воздухе. Ну, разработчики много о чем, конечно, наворали. И много о чем, конечно же... Много что в этой игре, конечно, не так, как и все обещалось. Но в современной индустрии мне так все и происходит. Да, видите, он кусок летает прям. Так что не удивляйтесь. Я не буду, наверное, добывать сейчас весь этот кусок. Я просто посмотрю, сколько там надо мне, чтобы мультитул апнуть и все. А, мне железо надо, вол. А железо у меня на корабле? Окей, теперь можно поставить все-таки на этот улучшение. Модификацию для мультитулов. Фокусировка луча сигма. Да, сделаем. И растет зеленая херня. Я не знаю. Я вот, честно говоря, не знаю, что за зеленая херня. Но, возможно, умные люди мне напишут об этом в комментариях. Может быть, я потом узнаю. Может быть, я просто как-нибудь логическими какими-то вычислениями. Так, ну все-таки, да, игра такая настаивает мне, что иди, добывай, типа, эту, антиматерию в арпичейку. Но, потому что сейчас у меня стоит квест, типа, к центру земли. Но, как только я вылечу с этой планеты, я поставлю другой квест. Задание. Я поставлю себе задание Атласа. Потому что оно, мне кажется, более интересным. Там, возможно, я буду посещать какие-то интересные места. Я не знаю, какие-нибудь интересные аномалии, что-нибудь такое. То есть, возможно, это вообще какая-то, я не знаю, коррумпированная организация, которая, скорее всего, вне закона. И я буду на ней работать, и потом я куда-нибудь попаду, и мне придется что-нибудь делать. Я стану там, не знаю, галактические какие-то... Ну, короче. Это проблема в том, что это очень много всего надо будет надумывать, скорее всего. Слушайте, а можно как-нибудь... Ох, твою мать! Все, ночь началась. Так, а у нас эта пещера под водой, что ли, или что это? Местное защищение достигнуто. Круто, а пещера-то где? Что-то я прилетел как-то. Слышите, нет. Я, конечно, все понимаю. Скорее всего, пещера там, конечно же, есть. Но ночь наступила. А, нет. Это под водой. Ну, да. Короче, пещера под водой, а на этой планете я под водой не могу. Просто не могу находиться. Ох, твою мать! Прям на весь экран это. А, игра все равно затягивает, я не знаю. Мне кажется, для каждого она по-своему какой-то будет интересной. То есть, кто-то не сможет так много играть. Я, например, мне очень нравится, не знаю. Так. Сейчас железо я поскидываю. Лискарито скину, гериди скину. Так, я там сейчас вот это вот это привет. Приближаются враги. Внимание. Так. Эм. Вот то, что я могу сказать, то, что этот мультитул очень плохо в сражениях. О. Просто, да, я их уничтожаю. Я бы, если буду, видите, я их буду уничтожать. Почему? Ну, технология. Плазмомет. Круто. Но у меня пока ячейк нет. Возможно, я какую-нибудь другую ей тут модификацию просто разберу потом. Все будет круто. Я их буду уничтожать, потому что с них падает титан. А титан очень хороший такой. Опа, тайми, еще тайми, больше тайми. Железо, конечно, очень херово распадается. То есть, расщепителем очень сложно что-то делать. Так, я перелечу здесь? Вообще, по идее, да. Углерод, еще больше. А, эту тоже углерод. Вот там и же. Ну вот. Хорошо. Так, ну у меня, да, жизнь... Подожди, жизнь... А, ну у меня только температура. Температура я сейчас на корабле. О-о-о-о-о-о-о-о-о. ой твою мать так надо запомнить это место я это место запомнил сейчас я немножко поживу чтобы температуру установить немножко так сейчас я туда сяду так сейчас санитарем немного разбираться че могу зарядить я наверно тут ами могу исполнято мимо пока да не буду так пока еще все тратить да и все отстанет меня экзокостюм значит титан тоже забери корабль мне повезло с предзаказом хотя тут на самом деле места тоже не так уж и много но тут можно покупать корабли я не всегда буду этом стандартном корабле до базовом хоть из предзаказа но он базовый реально там можно покупать корабли и понятно что за несколько там миллионов юнитов это будет но болен я думаю что здесь с валюты не все так плохо и учитывая то что вся игра построена на купи продай или дабы дабы найди продай так а здесь минус 30 уже и что-то это какая-то херовая на самом деле пещерка я ждал другого тут и железо на если так вот менять наверно быстрее будет надо будет найти какой-нибудь модуль который будет отменять не ну не отменять хотя бы замедлять там процесс перегрева потому что ну очень быстро мультул конечно перегревается но в принципе да если отжимать то да короче буду отжимать теперь они осмотрят проход но тут есть проблема я нихера не вижу вообще но это блин круто более докры это красиво это реально красиво напоминает ну конечно очень херово напоминает но в двумерских руинах skyrim есть пещеры кстати говоря подо мной что-то светил айтки цветлички за мной летают короче вы кстати говоря ну-ка ну да я просто смотрел сравнение графона я кое-что там не увидел в своей игре короче в двумерских руинах существуют такие пещеры где сверху прям кристаллы но они синие да но вот я очень сильно надеюсь найти что-нибудь похожее здесь я просто тупо назову планету двеймеров не знаю очень такое придумаю обидно что нету мультиплеера то есть блин я я не совсем понимал для чего была ложь вот это про мультиплеер потому что ну типа вы в любом случае понимаете что в игру играет огромное количество игроков то есть в первый же день ее купят там больше миллиона человек и вы серьезно думаете что рандом настолько блин рандом что определит каждого из них на разную блин часть галактики но это было очень тупо с их стороны на самом деле корабль где корабль мой ох твою мать я не знаю уже где мой корабль эта херня с антиматерией от меня видимо никогда не отстанет там что то есть короче по ходу чем чем ночнее скажем так тем все хуже чё там прибытие две минуты давайте до корабля а корабль в той стране господи там просто карта это есть они не всегда что что это карта не подсказка реактивный ранец очень херовый я вам так скажу он очень плохо помогает то есть он поднимает да он поднимает но очень плохо а вот корабль уже я туда хочу я хочу туда потому что я еще надеюсь найти какой-нибудь еще одно поселение потому что у меня надо продать некоторые вещи например готов уже там какой-нибудь железка скину титан у меня есть там с дронов да позбивал принципе очень много можно можно много чего продать опять совершенно важно пришел что я прошел лишний пять метров до ну я не знаю для чего вот это вот сделано потому что меня это честно говоря отвлекает планеты интересную то есть она холодно это холодная ледяная планета с водой что самое странное то есть по идее тут не должно быть воды нет тут все очень даже нормально и что-то женщина которая там температура стабилизируется это знаете чтобы вы не чувствовали себя одинокими короче так комментарий заполнился ну хорошо я любом случае сейчас да а что мигает а я там был надо да там этот там сломанный корпус или что типа того там вот с той стороне была какая-то интересно хрень знаете назвать так нас проблема да давайте зарядим чего-нибудь тогда потратим какой-нибудь полтонии вот этот платина железо железо надо продавать короче уже у меня места ни хера нету так чё за залете у меня есть бесполезно например вот я могу зарядить тамием например сейчас вот эту хрень взлетный ускоритель могу зарядить тут вот так вот полтонием полтонио у меня дохера на самом деле нет мне нравится гипердвигатель только в арпичеке геридии но я не могу ничего обновить а не подожди технологии тут есть типа кто то есть можно будет например разобрать сам щит да вот отражающий пост поставить улучшение то есть получается все модификации для корабля костюма мультитула созданные для чего для они то есть будут валяться у меня в инвентаре это тупо это будет занимать места мне это не нравится но похода я сейчас этим не сделаю так ладно давайте слетаем туда посмотрим что там есть взлетный скрытый очень странная штука и не знаю зачем его придумали честно говоря так где был этот вот сигнал я же видел его ну вот сейчас я его не найду уже до чего бесить а где это было тут это было можно конечно просто сейчас пролететь по планете на самом деле я на я очень готов уже найти просто магазин первый попавшийся в принципе на этой планете он есть только как я понимаю здесь нету карты планеты самой вотому тут вот это чё такое да это типа опять какие-то эти мой не а вот но тут что то есть да тут кто-то живет можно пониже как-то опуститься нет ну короче тут нет посадочной полосы ну да это вот оно и было но тут что-то все расхерачено знаете пойдем сохранимся а еще по хорошему на улетать планеты энергетический баллон энергетический баллон очень хороший их надо хранить потому что например она прям моментально прокачивает мне все заряжает так мне нравится что тут грузи повалялось так дать зайдем внутрь посмотрим там просто щекать херня снаружи валяет так тут никого нет смотри предмет взаимодействовать вау вот это интерактив так восстановить щит я не знаю если его не было на счет на максимуме анализ технологии мультитула это вообще зачем сделано а твою мать то есть есть сказать что я очень много таких моментов пропустил а я думал это просто типа ну как 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 и написано собственно в обе сети позмомет для активации твою мать расщепить вазерный сосуд а я могу кстати говоря разобрать а разобрать только те которые собрал ох твою мать а как посмотреть какие у меня еще есть другой найти модификатор мощность расщепителя повышается что раз позволяет быстрее но вот это сейчас допустим разберу перезарядка плазмомета ускорено присоединяется ухажилия правого плеча к сенсорам плазмомета посыпающим сигналы так после создания в инвентаре мультитул то есть перезарядка плазмомета давай я как раз таки про это и говорил лучше у меня это будет серьезно почему бы и нет так все здесь еще есть все пустота какие-то рыбки тут нет рыбок хоть свои бякается какая какая-то искусственно созданная биосфера непонятно я буду ну кучу поэтому можно будет взять другую здесь потому что я тут не тут походу никого нет вообще на этом поселении тут видимо это покинутое поселение бы не сказал что есть как то что то можно сделать интересного а начать а обходы чип нужен мне такого нет ладно короче я предлагаю соли с этой планеты потому что начинается ночь и меня ну пугает это а вот там вот я был вон в том поселении я был а это это есть новое поселение он полетели короче нахер с этой планеты а в принципе я максимально что мог отсюда наверно выжил сейчас залетим наверно на планету ой на планету на станцию все таки подумаю господи как же взгляд на скрытие гифер двигатели просто понимаете я бы я бы зарядил топлива понимаем то есть тут есть вот топлива у меня да которая нужна там для того чтобы типа ускоряться так вот так вот я делаю вот но это топлива а запас топлива максимально что так топлива восстанавливается хорошо оно само восстанавливается что ли интересно я просто лечу на станцию потому что я смогу сейчас продать некоторые вещи которые собираем у меня как бы ну руду изотопа и наверно отдавать не буду это смысле что это не залетел то я думаю сейчас воткнуть кстати говоря корабль здесь уничтожить методом куда куда-нибудь воткнуться нельзя это очень обидно я бы станцию какую-нибудь по интересе нашел серьезно потому что это конечно это конечно очень круто но но они одинаковые понимаете в том в той же элитки сделали три вида планету систем до твою мать туплю три вида космических станций терминал да добро пожаловать привет привет продавая эти предметы я сомневаюсь что я сейчас могу купить антиматерию но она мне как бы то и не не сам ты нужна вот тут 6000 вот тут 1600 энергетический баунте не отдам чай про сейчас я буду смотреть что что подороже можно отдать плутоний плутоний за двадцать одну кануле его дохера я могу продать половину наверно давайте вот за десять я продам вот так вот все отдавать не хочу так контроль залета платина забирание нейтронный нейтринный модуль забирай железо забирай лист корито на риск они такие дорогие цинк забирай гериди дорогой гериди титан не такой но мне не нужен все равно так что 2к у меня есть но я могу купить антиматерию но я не хочу этого делать так возникает вопрос на самом деле очень интересный с моей стороны где можно найти где можно купить корабль другой то есть мне бы хотя бы знать это серьезно или чтобы не бесил меня уже купить антиматерию зарядить давайте наверное я куплю заряжу денег нет нихера правда теперь кстати не поменял эту карту да вот я вот вот например вот вот от такого корабля бы не отказался вот от такого бы покупать можно корабли ну-ка если я подойду к нему ничего не будет сущность производитель туриану взаимодействовать ну-ка чё скажешь опять ты опять ку корокс его до электронная форма жизни а икон форма жизни которые данные о своем грузии оценивает стоимость звездолета продать предмет купить предмет сделать предложение покупки за заряд ну сколько он стоит миллион восемьсот пятьдесят ух ни хера себе так я понял как покупать но я понял как бы ты-то иди нахер потому что мне нет столько денег не иди нахер ну ты конечно молодец я бы купил такой корабль был были бы у меня деньги прямо сейчас так вылетаем короче я хочу давай скоро сейчас минимально посоль чтобы никуда отлететь нельзя было и на м короче вот что я как раз чем говорил свободное исследование путь галактическому центру это вот сейчас здание которое у меня стоит типа мне там надо и мне тут только один путь и потом вот в ту сторону куда-то это мне похер сейчас вот свободное исследование здесь также есть а задание атласа у меня еще не открыто то есть это мне надо еще понять хорошо но я пожалуй свободное исследование поставлю такое потому что мне это на самом деле похер я так скажу то есть это огромное количество планет просто которым я могу слетать вот допустим вот я хочу камень в ту сторону так две планеты 1 луна в гипердвигателя это понятно световых лет далеко не найдено записи не открыто вот у за вакаич тут есть о 6 планет смотри вот сюда хочу вот да хочу туда меня все стреляет я походу сделал начал делать этот или нет вроде чё это было я ускорение наверное сделал а где метка почему метка не показывает куда минут в какую сторону лететь но видим это вот типа так на эти нажать и улететь ладно тебя зарядить надо нет я купил эти материи чуть еще от меня на игрок а мне надо сделать этот самый нет сейчас вот так вот станут отметами и нужен мы естественно короче как я и говорил игра меня и не любит так чего тут за планетам я уже делал это отсюда только что прилетел тут три планета было да вон вот туда хочу какая-то не открытая планеты у нее есть ума суши там может мы на луну высадимся по приколу вот вот просто чисто по приколу я не против принципе все сильно луну я предлагаю сейчас посмотреть на луну а здесь на луну остановиться на луне следующей серии мы еще суду ту планету которая вот та вот непонятно это так которая рядом красная большая вот и предлагаю к ней лететь далеко но долетим страшно то есть я бы на луну я посмотрел какие руды возможно есть на луне к тому же как и понимал этой планеты две луны ну и естественно саму планету планета судя по окраске абсолютно без воды значит планета без воды и скорее всего там жарко возможно там нормальная температура но вот самая большая проблема как мне кажется самый вот это вот нереализм ой твою мать чуть не упал самый нереализм большой в этой игре то что нету солнечной системы то есть я не имею ввиду нашу систему я имею ввиду солнца нету то есть планеты сами по себе как-то живут вокруг космической станции мне это немного непонятно то есть так надо сейчас курс немного восстановить не можно конечно так тоже лететь да и не спорю но так медленно но бы с реже просто ускориться 432 1 я не хочу прям втыкаться в нее поэтому я пожалуй вот так вот сейчас почему я сейчас вниз лечу вот вот корабль сейчас сам вниз потянуло тихо 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 обратно вот варпичейка сделаем планетарные помехи ну ладно у на видимо с водой я просто вижу какие-то озеро какое-то не знаю что может быть но у нем подожди я вхожу в атмосферу очень далеко атмосфера началась так скажу теканиса не и лону название я дам эти уни о вылагает на чего смотри о прогрузка но как бы кому не хотелось болевать от этой прогрузки мне тоже хочется брать до прогрузки но ничего не поделаешь вот чё-то интересное уже увидел вот просто сел все сидим тихо твою мать садимся здесь интересная планета умеренная ну вот хорошо что умеренная фауны здесь нету почти животных фора избыточная короче нечего здесь делать но я чё-то видел я просто видел что это была за желтая херота ох твою мать ох твою мать привет чё это такое по существо создание там были какие-то непонятные не игра просто тайми 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 да отстань от меня да не поисследовать я уже даже поставил свободное исследование но все равно она мне докапываться будет до мозгу моего так но если здесь все в избытке то я не вижу смысла здесь оставаться но наверное мы на этой планете сейчас с вами а вон там тут херота мне кажется это просто опять что-то не прогрузилась мне конечно очень не хочется в это верить потому что мне интересны какие-то не открытые такие штуки ну я бы посмотрел что это такое кстати надо взлетную скрытель будет зарядить что это такое это не превращившийся камень я вам говорю я просто вижу какой он не бесформенный а это золото кстати кстати говоря это золото интересно золото еще не находила золото можно интересно за сколько продать а чуть я не собирала до этого что не собрал но его очень мало добывается я вам так скажу прям вот именно мало ну ценник к сожалению я не увижу прям когда наведу на золото поэтому я это мы с вами узнаем только когда придем уже конкретно на на продажу да конечно вот остаются такие куски просто недопиленные ну ладно короче да остановимся мы с вами на этой планете не знаю что мне здесь делать если тут все в избытке а фауна такая себе я нашел динозаврика зато мы с вами отправимся на планету которая находится ну не вот ту а вот которая вот с той стороны планеты вот ну а на этом я хочу с вами закончить если вам понравилось это видео поставьте лайк подпишитесь а мы увидимся в следующей серии всем удачи и до новых встреч субтитры подогнал «Симон» и до новых встреч у нас в следующей серии субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok